Ежегодно в офисах врачей общей практики Краснодарского края регистрируется порядка полутора миллионов посещений. Уже эта серьезная цифра свидетельствует о востребовательности такой помощи. И в Славянском районе, где особое внимание уделяется развитию здравоохранения, стараются идти в ногу со временем, каждый год открывая новые медицинские учреждения. Сравнительно небольшой, но благоустроенный поселок Целинный очень нуждался в офисе врача общей практики, отвечающем самым современным требованиям. Пожелания жителей, вовремя услышанные и соединенные с усилиями представителей районных и краевых властей, позволили решить эту проблему. И вот, наконец, торжественное открытие офиса. Глава Славянского района Роман Синеговский приехал сюда, чтобы разделить эту большую радость с жителями сельского поселения. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие, строителям, прежде всего губернатору Кубани Веначу Кондратьеву, что именно в Славянский район были выделены деньги. И я считаю, что мы с вами решаем серьезную задачу, особенно сегодня, когда пандемия, когда наши врачи работают, скажем так, в пятикратном размере, не берегут себя. Им нужны условия для нормальной работы. А жителям, соответственно, нужны нормальные условия для того, чтобы эту услугу принимать. Я думаю, что сегодня выигрыши все, так что я вас всех поздравляю. Желаю, конечно же, чтобы все не болели, потому что главное в жизни – это здоровье. На торжественном открытии школьники исполнили песню для собравшихся. Затем состоялось традиционное перерезание красной ленты. Пусть каждый пациент найдет в этих стенах понимание и доброту, обретет здоровье на долгие годы. Глава Славянского района вместе с медицинскими работниками и пришедшими на праздник жителями осмотрел новое учреждение здравоохранения. Офис врача общей практики – это кабинеты для приема доктора, физиотерапии, смотровой и прививочной кабинеты, а также процедурный, где выполняют назначение врачей и проводят забор анализов. Есть здесь и койка дневного стационара, и все необходимое для оказания первичной медицинской помощи. С сентября 1993-го работаю в поселке Целином. Сначала врачом-терапевтом, а потом прошло обучение на врача общей практики. И весь этот период врачебный стаж только здесь, в поселке Целином. Смешанный прием, детство, взрослых ведем, какие-то по узким специальностям можем оказать помощь. Поэтому на селе это очень востребовано. Новые условия работы по достоинству оценили медики. Ну и жителям Целинного, будущим пациентам только что открытого офиса, созданные удобства пришлись по душе. Такое здание построили. Было на втором этаже же у нас, пожилым людям тяжело было подниматься. А сейчас пришли, тепло, светло. Вообще все счастливые, все люди, благодарны вообще, я не знаю, от души. У нас врачи очень хорошие, добрые, доброжелательные. Всегда приходишь, всегда поддержат. Вообще, ну не знаю, все будет отлично. Я живу здесь 40 лет. И на протяжении 40 лет, ну не было у нас такого, вот открытие памятника было, да, знаменательное событие. А сегодня это просто вот, ну это просто буря чувств, эмоций и радости. Тепло, светло. Ну вот уверите, ну очень радостно. И от всех жителей поселка Целинный выражаю огромную благодарность и главе администрации, и всем, кто строил. Были на празднике гости поселка, которые приехали сюда издалека. Вот их впечатление от увиденного. Новое здание, новое оборудование, идеально для такого маленького поселка. Изумительно, у меня даже слов нет. У нас в большом городе и то такого оборудования современного, не во всех кабинетах есть. Физкабинет, процедурный, зубной, все в одном месте, все такой ремонт, как бы новое оборудование. Ну вообще, у меня просто слов нет. Все здесь действительно красиво, удобно и современно. О нуждах жителей реально заботятся. Прекрасное помещение, в отделке которого применялись качественные материалы, как видим, вызывает только положительные эмоции. Здравоохранение Целинного сельского поселения сделало хороший шаг вперед. Доступность медицинской помощи здесь намного выросла. Теперь все жители Целинного смогут по достоинству оценить все плюсы нового офиса врача общей практики.